Непростое экономическое положение в стране, падение, а затем резкое укрепление курса рубля, скачки цен на нефть не добавляют уверенности в стабильности в завтрашнего дня. А сложная мировая ситуация при развернувшейся пандемии внесла хаос и на финансовые рынки. На таком фоне каждый человек, кто имеет определенную сумму сбережений, задается вопросом, где и как лучше всего хранить деньги в текущем году. Подробности в нашем следующем материале выпуска. В сложные времена особенно важно грамотно распорядиться деньгами, чтобы не потерять их. Например, зарастущая инфляция или падение ценных бумаг на бирже. К вариантам, как сохранить деньги от инфляции, можно отнести открытие банковского вклада, покупку валюты, инвестиции в ценные бумаги, а также приобретение недвижимости. Самый популярный способ вложения средств и для граждан, и для частных предпринимателей – это банковский вклад, который имеет большое преимущество. Суммы до 1,4 млн. рублей страхуются государством. Мы решили узнать у жителей Верхневожья, что они думают по поводу сбережений в 2024 году. – Нужно ли сейчас откладывать деньги? – Да, нужно. – А как лучше хранить? Наличными либо в банке? – В банке. – В банке. – А почему? – Потому что деньги обесцениваются, и проценты со вклада поступают еще. – Нет. – А почему? – Не на что. – В какой валюте? – В любой. Валюта всегда будет то падать, то подниматься, и рано или поздно, в зависимости от курса, можно поменять. – Где лучше хранить деньги? Наличными либо в банке? – В трехлитровой банке. – В банке. – А почему наличными? – Смысла не вижу. Плюс там плюс процент. Вопросов у граждан о том, что будет с вкладами после санкций, становится с каждым днем все больше. Центральный банк рекомендует в случае опасения открывать вклады в банк с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ, Банк Открытия, Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Почтбанк. Правительство всегда их поддерживает и помогает. – Надо защитить свои сбережения от инфляции. А с другой стороны, при хороших экономических условиях и обстоятельствах, почему бы не получить дополнительные доходы на свои деньги. Также в настоящее время инвестиционные аналитики не рекомендуют снимать наличные, так как будет нанесен огромный ущерб финансовой системе страны. Тем самым высокий уровень инфляции быстрее обесценит часть наличных сбережений. Отвечая на вопрос, в каких валютах лучше хранить деньги в 2022 году, стоит отдать предпочтение в пользу тех стран, у которых низкий уровень инфляции и достаточный золотовалютный резерв. Выбранная валюта должна обладать высокой ликвидностью, позволяя сохранить накопление. Поэтому стоит рассмотреть китайский юань, швейцарский франк и британский фунт. Выбирая этот портфель, можно не бояться ослабления одной из валют. Подводя итог, стоит заметить, что одним из безопасных и удобных способов хранить деньги является структуризация накопления. Лучше разделить имеющуюся денежную сумму на части и вложить их в разные финансовые направления. Такой способ позволит уберечь сбережения от рисков, сохранить и приумножить ваш капитал.